Всем здравствуйте! Благословенного дня, благословенного утра! Приглашаю вас сесть с нами за стол. Это время, когда не надо торопиться. Даже если ты что-то делаешь, пусть сейчас не будет торопливости в твоем духе. Пусть придет успокоенность. Потому что тогда, когда мы слышим Божье Слово, очень важно, чтобы наш внутренний мир был расположен для его принятия. Чтобы мы не просто понакатанные, не просто покасательные, не просто в торопях или в каких-то заботах и делах принимали Божье послание. Но чтобы дух наш был сосредоточен на важном, на главном, на цельном и на ценности той, которую Бог транслирует в нашу жизнь. Слава Богу за то, что Он делится с нами своим словом. Вы знаете, это удивительно, когда Господь захотел себя зафиксировать в конкретных словах. Это так удивительно. Он не побоялся записать о себе, записать природу неба в человеческих судьбах, как мы видим это в жизни Давида. Потому что Господь там свой почерк показывает. Вплоть до того, что он, да, и минусы Давида он не скрывает, и это тоже почерк Бога. Он говорит, я не буду закрывать глаза на то, что не является славой моей. Я это вскрою. Но вскрою не для того, чтобы опозорить, а для того, чтобы научить не только самого Давида, но и тех, кто рядом с ним. А уж тем более, когда Давид двигался в его воле, четко исполняя то, что Бог ему поручает, уже тут виден и Давид, и Бог, и их сотрудничество, и результат, и верность одного и другого. Поэтому мы прочитываем дальше, когда Соломон подходит к своему уже предназначению, как царь. «И взял в садок священник Рок с елеем из скинии и помазал Соломона. И затрубили трубою, и весь народ восклицал, доживет царь Соломон». Если ты какое-то дело не можешь делать при свете, при людях, то задай вопрос, а стоит ли его делать вообще? Потому что Адония сначала хотела это сделать в тайне, а потом уже как-то народ оповестить. То здесь Рок с елеем выливается и оповещается сразу перед всем народом. То есть открыто идет действие воцарения, чтобы народ знал своего царя, чтобы ни откуда-то из подвального помещения, ни откуда-то из пещеры, ни откуда-то из какого-то дальнего угла вышел новый царь, а чтобы он был принародно поставлен, чтобы смятение убрать, чтобы всякого рода подставы, которые могли бы быть, убрать и аннулировать их действие. И поэтому, друзья, для нас это тоже важный урок и важный показатель. И поэтому, когда берется Рок с елеем... Кстати, мы сегодня используем елей для помазания. Но то, что мы делаем, это всего лишь прикосновение елеем. Но раньше из рога выливалось на голову это масло, и оно текло по всему телу человека, оно текло по его одежде. И этим самым он был как омыт или как окунаем в масло. И таким образом шла речь о том, что ты сейчас входишь под Божий покров, под Божье водительство, и Божий Дух будет на тебе. Вы знаете, сегодня Божий Дух в нас. Тогда такого не было. То есть это был Ветхий Завет. И только на некоторых людях, на пророках этот Дух почивал. Но что касается обычного человека и даже царя, то он приходил в это царство именно через помазание. Помните, как говорил Давид о Сауле? «Я руку на помазанника не подниму, потому что сначала я прикоснусь к помазанию, которое текло по нему через этот елей, выливающийся на него когда-то, а потом только до него. И поэтому я не хочу дотрагиваться до Божьей части, чтобы это мне не повредило». Вот как размышлял Давид. И поэтому сейчас Соломон проходит эту же процедуру. Это помазание, которое на него ложится, оно протекает по всему его естеству. Драгоценный Господь, я благодарю Тебя, что мы можем встать не просто под поток Твоей славы, под поток Твоего Слова, Духа, но мы можем встать под поток Елея. Чтобы нам быть помазанниками Твоими в 21 веке. Чтобы нам оказаться в Божьем присутствии гораздо в большем масштабе, чем нам это было известно раньше. И я благодарю Тебя, что это возможно с Тобой сегодня это осуществлять. Помоги нам, Господи. Помоги нам совершить поприще в помазании. И пусть наше сердце не переживает и не волнуется о том, что кто-то может сейчас поднимать язык или перст на помазанника. Ты с этим разберешься сам. А наша жизнь, она под Твоим покровом, она под Твоей защитой и под Твоей властью. За что я благодарю Тебя и поклоняюсь вместе с Твоим народом. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»